Я очень люблю пушки со всякими разрывными перками. Мой любимый револьвер, солнечный выстрел, делает бум громче, чем некоторые ракетницы. Мне нравится гравитоновое копье, несмотря на то, что оно давно вне меты. И, конечно, я был в восторге от катализатора на лук тройственный гуль в том сезоне, который превращал средненький экзот в лучший лук для ПВЕ. В этом видео поговорим об еще одном таком оружии, новой снайперской винтовке «Небесный удар». Расскажу, как получить, посмотрим на перки, на сценарии использования в ПВП или ПВЕ и поделюсь впечатлениями. Чтобы получить эту снайперскую винтовку, вам нужно хорошенько так побегать по Европе и выполнять поручение Варикса из раздела «Вредительство». Вам нужно разблокировать конкретный бонус «Исследователь Европы». И прогачать его до второго уровня. Это позволит вам запускать активность «Имперская охота» на особых уровнях сложности «Адепт», «Герой», «Легенда» или «Мастер». Ровно так же, как «Охоту на кошмаров» на Луне в прошлом году. Только если «Охоту на кошмаров» бегать было неясно зачем, то в этот раз в активность вшита эксклюзивная снайперская винтовка «Небесный удар». Падает она только там и падает случайным образом на любом уровне сложности. Можно запускать самый простой «Адепт» и пробегать за 5-7 минут. Поговаривают, что на более высоком уровне сложности шанс выше. Но я проверять не стал. Формил на «Адепте», формил долго, несколько часов в один вечер и еще часок в другой. Прочувствовал «Экспириенс», так сказать. Смотрим перки. Экзотическая особенность, смертельная полярность. Прицельные добивающие попадания создают молнию в точке, где находится цель. Это как раз вот тот самый «Бумперк», о котором я говорил в начале видео. В общем, работает это эффектно, хоть в ПВП, хоть в ПВЕ. В ПВЕ, конечно, вы сносите толпу мелких мобов за один выстрел вообще прекрасно. Особенно, если это какие-нибудь гарпии с электрическими щитами. Лопаются они как попкорн, честное слово. В ПВП уже дело случая. Иногда залетает так, что можно убить одной пулей до трех человек. Но тут как повезет. На точку в режиме контрол залететь или в железное знамя, может и сработает. Ну или ловить врагов в тесном коридоре. Вообще, электрические разряды, создаваемые прицельными убийствами, имеют довольно большую площадь поражения. Напоминают молнии от экзота «Владыка Грома» или от автомата «Жала Суперцелл» из первой части. Хороший перк для зачистки небольших противников большими порциями на дальней дистанции. Но, конечно, и странно, да? Перк, взрывающийся от убийства в голову враги, это не экзотическая особенность. Согласны? У нас в конце концов есть обычный перк «Светлячок» для легендарного оружия. И что, теперь изменение этого перка с огненного на электрический урон вдруг стал делать его экзотическим? Вот и я тоже недоумевал до тех пор, пока не дошел до другого эксклюзивного перка на винтовке. «Буревестник». Быстро совершенное прицельное попадание создают грозу в точке попадания. Ну да, ну да. А это у нас другой легендарный перк на максималках «Тройной выстрел», скажете вы. Ну, и да, и нет. На самом деле, вот благодаря этому перку, экзотическую винтовку «Небесный удар» не стоит считать очередным экзотом в коллекцию. Почему? Если верить замерам на новом чучеле с самой маленькой криз-зоной, то урон в голову составит 10343 единицы. При трех быстрых попаданиях появляется грозовая тучка и бьет по мобу еще на 16997 единиц. Иногда меньше, если моб успеет отпрыгнуть от зоны поражения. В итоге, за один магазин на 7 патронов вы можете внести более 100 тысяч единиц урона, что довольно неплохо для снайперской скорострельной винтовки во второй слот. Нельзя не упомянуть и про связку этой снайперской винтовки и нового экзотического шлема на охотника «Маска Бакрис», выбить который у меня все никак не хватает времени. К сожалению, продемонстрировать в действии не смогу, но передать суть получится. Перк этого шлема, позволяющий уклоняться короткой телепортацией, обладает дополнительным бонусом. В течение некоторого времени после смещения электрическое оружие наносит дополнительный урон. Плюс 10%, если точнее. То есть из этой снайперки будет в голову влетать уже не 10343 единицы, а 11377. Ну а камнем преткновения винтовки стала перезарядка. Если мы посчитаем урон в секунду без учета перезарядки, цифры будут крутейшими. 41 399 единицы в секунду. Но стоит нам учесть анимацию перезарядки, а ее нельзя не учитывать, цифра снизится до 19 813 единиц. А это уже не такая впечатляющая цифра, согласитесь. Особенно сейчас, когда у нас есть наикрутейший меч Плач. ПВП, ну честно говоря, не могу судить объективно. Я две недели просидел в ПВЕ, когда залетел в матче с этой снайперской винтовкой, получалось очень с натяжкой. Но вот на ближней дистанции почему-то из нее в крит врагу улетело гораздо проще, чем на дальней. Возможно, как раз таки ребаланс снайперок сыграл роль. Возможно, то, что здесь стоит довольно кратный прицел, по-моему, на 50% увеличения. В любом случае, снайперскую винтовку во второй слот, экзотическую, в ПВП я бы брать не стал. Небесный удар не ДПС оружие. Она не годится в битвах с боссами, у которых жестко ограничена по времени фаза урона. А таких сейчас много. Но она все равно отлично может подойти на прохождение сложных ПВЕ активностей, того же сумрачного налета. Можно где-нибудь подальше сесть с ней в сейв зону и отстреливать мелких мобов, сцепляя их разрядами молнии. А если на поле боя появится босс или моб с желтой полосой здоровья, то и ему урона от снайпы будет хватать сполна. Так что я бы советовал вам постараться сформить эту винтовку, особенно в том случае, если у вас нет хорошей икел снайпы или далекого кургана. На какое-то время она вам их точно заменит, даже для урона. На сайте light.gg есть информация о том, что у снайпы будет катализатор, но пока что не ясно как его получить. Возможно надо и дальше фармить имперскую охоту, но пока что я в нее наигрался, спасибо. Если катализатор будет сильным и значительно поменяет свойства снайперки, то отлично, например увеличение емкости магазина или урона от штормового разряда, могут поднять винтовку в топе экзотов еще выше. Хотя и без этого о ней довольно много позитивных отзывов. Было бы неплохо и мне получить от вас позитивный отзыв. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, а я постараюсь как можно скорее делать еще больше видео. Спасибо за просмотр и до связи. Спасибо. Спасибо.